Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня буду опять печь пирог, смотрите, со слоеным тестом, с дрожжевым. Я опять была в светофоре, купила вот это тесто. Ну, пусть меня поправят. Точно не помню, по-моему, оно стоило 63 рубля, 1 килограмм. У меня будет, ну, пирог, можно сказать, вообще для ленивых. Ну, как для ленивых? Понимаете, сейчас же, сами знаете, огород, какие-то дела, и нам всегда-всегда некогда. И начинка у пирога будет следующая. У меня будут помидорки, две штучки у меня всего, можно и побольше. Теперь луковка у меня красненькая, сыр и у меня грудинка. Сейчас нам нужно освободить тесто. Я раскатаю пластик. По листику буду раскатывать. Сразу сбрызну в форму духовку сейчас включу, пока я тут вожусь, и духовка согреется. Мне надо на 180 градусов духовку поставить, чтобы она наглелась. Я уже тесто тут начала раскрывать. Смотрите, как оно подошло. Оно у меня дрожжевое. Мне нравится дрожжевое. Вот смотрите, я распределила ровно килограмм теста по вот этому листику из духовки. Стандартному, однако. Теперь я сверху буду посыпать сыром. Совсем-совсем чуть-чуть я припылила тесто мукой. Теперь сейчас я прям сюда натру сыр. Оказалось, 310 грамм сыра. Для любителей сыра это вообще замечательно. Чем больше, тем лучше. И похоже даже на этот пирог, похож на пиццу. А-ля пицца, типа, да? Ну, быстро и вкусно. Так, следующее у меня будет помидорки с луком, а потом грудинка. Кто не любит лук, тот может его вообще не класть. Какие-нибудь приправки свои любимые добавьте. Слоеное тесто, сыр и грудинку. Готовим дальше. Лук я порежу полукольцами и желательно как можно потоньше. Помидоры я порезала вот такими кружочками тоненькими. Смотрите, нужно сюда теперь лучок посыпать. Но это, если вы любите, по желанию. Вот он у меня покрошен здесь. Сверху укладываем помидорки. Если у вас помидорки черри, можно прям половинки класть, можно целенькие положить. Вообще, нужно все пробовать. Иначе не поймешь, что что любишь, что не любишь. А год от года вкусы меняются. И то, что ты не любил, уже становится твоим любимым. Распределила помидорки. Теперь вот самый вкусный слой. Ну, как я думаю. Это вот грудинка такая. Сейчас буду ее тоже тоненько резать и раскладывать сверху. Порезала грудинку на тоненькие пластинки. И теперь распределяю по пирогу. И останется только запечь его. Ну вот и все. Теперь ставим выпекать в разогретую духовку до 180 градусов. И смотрите по своей духовке. Я поставлю минут на 30, на 35. Тоже буду заглядывать. В принципе, начинка вся готова. Только тесто спечь. Ставим в духовку и ждем. Прошло у меня 30 минут. И вот мой пирог, пицца, как хотите называйте. Он готов. Кушают его горячим. Сейчас мы это и будем делать. Он очень вкусный. Вот это вот Таня навезла тут семян. Сеет там потихоньку, пока я тут кулинарией занимаюсь. Так, ребята, пирог наш готов. Семья собралась. Мы уже супчика покушали. День победы. Уже нас вдруг угостил. Уже попробовали напиток. Сейчас будем резать пирог и пробовать. Мне нравится. Очень вкусно. Очень вкусно. Да, я скажу. Очень вкусно. Очень своеобразно. Я хочу подвести итог. Сказать, чтобы вы не забывали подписываться на наш канал, писать комментарии, ставить лайки, дизлайки и все прочее. И также пожелать вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Собирайтесь почаще со своими близкими, родными. И радуйте друг друга тем, что вы есть друг у друга. Всем пока-пока. Так, а это послесловие. Моя снаха Таня сказала, что этот пирог можно есть бесконечно. Это высшая пирога. Подтверждаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok We can see